Конечно, когда деньги вкладываются в ровзаликушку за границей, то это неприятно. Лучше бы вложили деньги в развитие нашего спорта. Ничего не красть, как иногда это делают другие страны. Не перетаскивать под одеялом, не хомячить. Держать слово перед россиянами для Владимира Путина не впервой. В этом году прямая линия с премьером отметила свое десятилетие. Несмотря на скандалы, связанные с массовыми фальсификациями на выборы в Госдуму и протест интернет-активных граждан на Болотной площади в Москве, Путин во время эфира всем своим видом выражал спокойствие и даже шутил над собственной персоной. Вопрос, кому же все-таки свистели в Олимпийском? Пришло смс-сообщение. Никакого свиста я не слышал. И вообще непонятно, чем был вызван этот шум. Закончил, кстати говоря, под аплодисменты зала. Но этот шум мог быть вызван самыми различными причинами. Одна из них, что физиономия моя, которую и так видят постоянно на экранах, появившаяся еще и на ринге, вызвала некоторое неудовольствие. Вполне это допускаю. События на Болотной? Нет, не слышал. Так примерно отнесся к акции протеста российский премьер. Напомню, что от 25 до 150 тысяч человек по разной информации приняли участие в митинге, повязав на рукава курток белые ленты. Говорить откровенно, я когда увидел на экране что-то такое здесь вот у некоторых на груди, честно вам скажу, ну неприлично, но тем не менее, я решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом. Что это такие, пардон, контрацептивы повесили. Думаю, зачем развернули, только непонятно. Отшучиваясь, Путин назвал события на Болотной своей заслугой. Если это результат путинского режима, то это хорошо. Ничего такого я не вижу запредельного. Шутки шутками, но анализируя нарушение избирательного процесса, Владимир Путин заявил, что для прозрачности выборов на всех избирательных участках будут установлены камеры наблюдения, чтобы следить за ходом голосования через интернет. Будет ли это установка камер, там, одной, двух, трех, четырех камер в избирательных комиссиях, то есть во всех там участковых избирательных комиссиях. Ну, с одной стороны надо как бы обсудить, с другой стороны, ну что, обсуждать, давайте ставить и давайте как бы будем в реальном времени смотреть, как идет само голосование, дабы исключить потом возможность обвинения. Были фальсификации, не было фальсификации. Коснулся Владимир Владимирович и вопроса о своем участии в предстоящих президентских выборах в России. В частности, он назвал миллиардера Михаила Прохорова, который изъявил желание баллотироваться сильным и достойным конкурентом. Михаил Прохоров собирается баллотироваться в президент Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к этому. Спасибо. Он действует в рамках закона, конституции, так же, как и любой другой человек имеет на это право. Я не хочу сказать, что желаю ему успеха, потому что я тоже собираюсь выдвигать свою кандидатуру. Но уверен, что это будет достойный, сильный конкурент. Эксперты утверждают, его слова – это, скорее всего, премьерский реверанс в сторону оппозиции. Не более того. Понимаете, во-первых, известность в Москве – это неизвестность во всей России. Поддержка в Москве – это не поддержка во всей России. Это первое. Поддержка в интернете – это не значит поддержка реальная. То есть виртуальная поддержка и реальная поддержка – это разные уровни поддержки, разный механизм выражения своего согласия, либо несогласия с этой точки зрения. Россия неизбежно меняется, как и любая страна. Фигура премьера, несмотря на потерю конституционного большинства в Госдуме и акции протеста, остается непоколебимой. И другой конкурентоспособной кандидатуры в России пока нет, говорят эксперты. Это очень и очень плохо. Потому что только в конкурентной борьбе, только вообще в каком-то таком сопряжении разнонаправленных, но обоюдовесных сил может родиться и рождается такой перспективный и эффективный путь развития любой страны. Путин отвел себе роль зодчего нового союза, создание которого уже началось. И считаться с подобными заявлениями приходится и соседям Российской Федерации. Этот политик находит в себе силы и заявляет и определяет перспективы развития достаточно большой по масштабам территорий, куда включается не только одно государство, но и азиатское государство, полностью азиатское, Казахстан, и европейское государство, Беларусь, куда приглашают собственную Украину.